Здравствуйте, мои дорогие джаночки! Добро пожаловать ко мне на кухню! И сегодня я к вам с одним очень вкусным блюдом! Сегодня у нас будет супчик! Супчик будет у нас вегетарианский! Необычный, так как у нас уже начался сентябрь, осень на дворе! Хотя у нас еще пока очень жарко в Германии, не знаю, как в России! Я решила сделать сегодня кремовый супчик! А супчик у нас будет обалденно! Наступила осень, значит у нас первым на календаре что? Правильно! Сегодня у нас будет тыковка! Тыковку я свою вчера купила, вот у меня такая прекрасная! Это японский сорт, по-моему, но это не гокаидо, а я не знаю, как это называется точно! Точное название этой тыковки я не знаю! Она у нас называется сливочная тыква! Она действительно очень сливочная, очень вкусная! Мне лично и моей семье нравится намного больше вот именно этот сорт, потому что она такая нежнейшей консистенции! И ее абсолютно не нужно очищать от шкурки! Будем варить все вместе! Кроме семечек, конечно! Итак, мои дорогие, давайте я вам покажу все, что мне нужно для нашего супчика! И перейдем! Кстати, блюдо у нас сегодня вегетарианское, так что, Дианочки, кто из вас вегетарианцы? Добро пожаловать сегодня на чашечку супчика! Или тарелочку супчика! Для нашего супчика нам понадобится 1 средняя тыковка, 3-4 зубчика чеснока, 6-7 мини-морковок или берете 2-3 средние морковки, 1 репчатый лук, маленький клубень имбиря, 1 чили перчик, немного свежей кинзы, 200 мл сливок 30% 200 мл апельсинового сока, 1 булочка, 1 литр бульона овощного, Также понадобятся семечки и специи, из специй я беру куркуму, 1 чайную ложку, карри, пол чайной ложки, соль, перец по вкусу и еще каймак. Каймак у меня, по его приготовлению, 2 столовые ложки. Готовить я буду на топленом сливочном масле и на подсолнечном. Итак, я уже очистила и нарезала все мои овощи и уже можем приступать сразу к готовке. Ставим нашу кастрюлю на огонь и добавляю туда 1 чайную ложку сливочного топленого масла. Моего производства. Еще чайную ложку подсолнечного масла. Отправляем лук. Теперь отправляю имбирь. Вслед за имбирем чеснок, чили перчик. И это все 1 минуту обжариваю. Далее идет морковка. Из специи я беру еще обязательно куркуму, 1 чайную ложку, и орегано, 1 чайную ложку. Эти специи я добавляю сюда. Мы должны открыть аромат. И когда мы специи обжариваем в масле с овощами, то аромат очень-очень сильно раскрывает все свои вкусовые нюансы. Также добавляю сюда карри английское. И вымешиваю еще раз. Добавив еще чайную ложечку. Даже меньше подсолнечного масла. Какой стоит аромат, вы себе не представляете, Дианочки мои. Не представляете. И вот теперь всю эту красоту припускаю апельсиновым соком. Вот такая прелесть. Ставлю на восьмерку, на большой огонь. Мне надо, чтобы эта красота вся закипела. И потом я уже добавлю всю тыкву. Посмотрите. Какая изумительная красота. Попащаем тыкву. И заливаем в бульон. Забрасываем соль в перец. Размешиваю один раз. Накрываю крышкой и оставляю на 20 минут вариться. Пока варится мой супчик, приготовим крутоны. Что такое крутоны, вы все знаете. Это обжаренные сухарики в сливочном масле или на подсолнечном масле. Кто как любит. Хочу сказать, ответить на пару вопросиков, что задавали мои джаночки. Очень многие джаночки спрашивают, зачем на голове очки. Девочки, это мой ободок. Понимаете? Ободок. Я их надеваю вместо ободка, когда мне лень собрать свои волосы. Или времени нету собрать. Я просто цепляю их наверх и все. Волосы не мешают. Вам хорошо и мне спокойней. Ругать не будут. Добавляем одну столовую ложку масла. И одну чайную ложку сливочного топленого масла. Обожаю крутоны. Особенно в сливочных супах. Это вообще сказка. Всем вам советую. И не переживайте, что это жирно, не знаю, не полезно. Все это неправда. Вы же не кушаете их каждый день. Правильно? Раз в месяц можно. Все, что не часто, но вкусно, все полезно. Послушайте меня. Потом, когда наш супчик будет готов, золотистый такой. С таким обалденным вкусом сливочным. Мы сверху посыпем немножко кинзочкой. А потом вот этими крутончиками. И еще одну маленькую кляксу сливок. Это вообще, это уже разряды эротической кино. Кулинарное эротическое кино. Я очень люблю этот суп. Я вообще очень люблю сливочные пюрированные супы. Все. Обожаю. Я это действительно очень люблю. И если вы хотите, я буду показывать вам, буду снимать для вас такие вот вегетарианские супы. Из всего, что хотите. Вообще все, что есть. Начиная вот тыквы, брокколи, цветная капуста, нормальная капуста, помидоры, паприка, ну, цухини. Супы можно делать из всего, что хотите. Сельдерей. Это настолько полезно и вкусно. И, кстати, и вот эти вот именно пюрированные сливочные супы очень-очень полезны для нашего желудка. Перевариваются лучше, чем обыкновенный, скажем, борщ или еще что-то свекольный. Очень вкусный. Это получается такой же борщ, только намного, как вам сказать, намного изысканнее, что ли. Намного ароматнее. Сделаем. Все сделаю. Все я это сделаю обязательно. Видите, какая у нас с вами получается красота, какие зажаристые, золотистые, крутоны у нас с вами получаются. Такого рода гренки, только мелко нарезанные, в мелкий кубик, чтобы сверху посыпать в супчик. Посмотрите, как это вкусно, как это красиво. Золотистые гренки отправляю в чашку. Сковороду в горячем виде нельзя никогда мыть. Ни в коем случае. Обтирайте ее просто сухой бумагой или сухой салфеткой. Но ни в коем случае не мойте. Это нехорошо. У вас портится дно сковородки. Секрет эфира. Берете и просто обтираете. И все. Даже если вы жарили в нем лук или еще что-то, не моете никогда ваши сковородки, пока они горячие. Или оставьте их просто в сторону стоять. Или оботрите и все. Во-первых, у вас остается на вашей сковороде прекрасный защитный слой масла, который никогда не даст вашей сковородке ни поцарапаться, ничего. Если вы сверху будете ложить другую посуду, а во-вторых, у вас не будет портиться ваша посуда. В этой же сковородке, она у нас еще достаточно горячая, мы сейчас будем с вами обжаривать семечки. Прямо охотно сейчас взять, съесть. Ну, я один попробую. Горячо. Обожаю. Семечки обожаю. Семечки очень полезны. Любые. В любом виде. Я очень люблю, вот здесь, в Германии, продаются семечки все в очищенном виде. Это так классно, вы себе не представляете. Ногти всегда в нормальном состоянии. Грызть не надо. Между зубами шелуха не остается. Достал, подогрел, поджарил. Кушай. Сколько хочешь. Красота. Хотя я знаю, что некоторые люди не любят это, потому что весь кайф состоит в том, чтобы грызть семечки. Помните, как мы в кино сидели и грызли все семечки? Кто из девочек помнит, был в Ереване на Маладзии, по-моему, кинотеатр. Они, если я не ошибаюсь, да? И мы туда часто ходили. В 86-м году я была уже в 10-м классе, когда мы уезжали. И вот 9-й, 10-й класс мы с девчонками иногда убегали с уроков и ходили в кино. Кто знает, кто не знает. Я надеюсь, никто из моих учителей не смотрит меня сейчас, а то выговор напишут. Ходили в кино, покупали себе семечки. Это был наш тогдашний попкорн. Про попкорн мы даже понятия не имели, что есть такая вещь, да, девчонки, помните? Я думаю, что все это помнят. И мы брали вот семечки и сидели в тихушку, грызли, потому что вообще-то не разрешалось. Все, наши семечки тоже готовы. Прекрасно. Вытираем нашу сковородку. Тут ничего не было, одни семечки. И отставляем в сторону. Мой супчик готов. Сейчас я его буду пюрировать. И потом добавим каймак и сливки. Начинаем пюрировать. Добавляю каймак. И тоже вместе пюрирую. Теперь сливки. Готово. Отставлю свой помощник. Смотрите, какая прелесть у нас получилась. Посмотрите только. Какой цвет насыщенный. Прям горчичного цвета, да? А запах какой. А вкус вы себе не представляете. Мой супчик готов. Я буду сервировать. Но прежде чем сервировать, я быстро нарежу кинзу. Кинза прекрасно сочетается. Вообще они так хорошо женятся с тыквой. Вы себе не представляете. Ни одна зелень не подходит так к тыкве, как кинза. Просто если вот кто-то не знает, обязательно попробуйте. И вы поймете, что я имею ввиду. Итак, суп наш готов. Я могу сервировать. И сейчас придет мой дегустатор и будет пробовать. Это очень вкусно. Вот я вам честно говорю. Сейчас я достану мою деревянную ложку. Каши без топора не бывает, как вы знаете. Вот. Смотрите, насколько это солнечно. Насколько это красиво, аппетитно. Эротический экстаз для нашего желудка. Неправильно я говорю? Думаю, что правильно я говорю. Сейчас будет пробовать наш дегустатор. Мои дорогие, мой дегустатор стоит всю дорогу здесь. Она, честно говоря, уже ела. Стоит и ест, потому что не выдержала душа поэта. И я не буду больше говорить, дам ребенку поесть. Еще раз мой рекомендует. Давай, подожди. Субтитры сделал DimaTorzok Очень обожаю. Вообще, надо вам тоже этот суп сделать. Ну, этот суп вообще кайф. Все вкусные и полезные. Надо много супа кушать, чтобы выздороветь. Выздороветь и вырасти. Итак, мои дорогие джаночки, на этом я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы сегодня были со мной. Приготовили вот этот необыкновенный. Самый лучший. Самый лучший сливочный. Тыквенный суп. Который Изамель сейчас поедает. Спасибо вам большое за ваш просмотр. За то, что уделили мне время, просмотрев мое видео от начала до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А также приводите всех ваших друзей, знакомых, родственников и неродственников ко мне на мою кухню. Будем с вами все вместе готовить, разговаривать, общаться, дружить. На этом хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, радости, любви, понимания. Чтобы вы не болели, не обижали друг друга, были толерантны и более человечны. Всего вам хорошего. До следующих встреч. Люблю вас всех. До свидания. Пока. А мы пойдем кушать. Сейчас приедут мама с папой на супчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok